Александр Григорьевич, что должна сделать Россия, чтобы поддержать Беларусь? Я Путину говорю, главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит там обидеть младшего. Больше ничего не надо. У нас хорошая армия, подготовленная армия. Вооружена она неплохо. Мы изучаем все войны. И мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. И организационно, и штатно, и по технике. Но у нас война будет другая. У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас наземная операция, нам надо уметь воевать на земле. А у нас не так-то просто это. Если бы мы не прошлепали в 1941 году, потом пришлось закрывать телами своих людей уже под Москвой и так далее. Сейчас не прошлепаем? Вот поэтому все делаем для того, чтобы не прошлепать. И когда в августе прошлого года я это увидел, я полуармии мобилизовал. Это было и хорошее учение. Полуармии и перекрыл там, где надо перекрыть. И сам поехал под Гродно. И полонезы, что у нас были, и другие. Точка У даже у нас. Хорошая машина. Мы испытываем, стреляем. За 100 километров летит. Оружие хорошее. Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не летать в облаках, а еще не забывать, что... Ну да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси. И мы к этому готовы. У нас силы специальных операций. Мы полностью вот... Оставил я этих наших десантников. Ну как, десант, десант. Витебская дивизия. Да, да. Витебск, которая воевала в Афганистане. Это такая самая подготовленная. Я вот сейчас тормошу президента. Мне надо здесь наши эти 500 километров ракетные установки. Эскандер, часто про них говоришь. Вот мне, говорю, надо несколько дивизионов. На западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров. Потому что наш полонез, ну, до 300. Пуски были ракет, запад-21. Одна ракета упала 4 метра от цели. Поэтому мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и точку У задействовать мы ее модернизировали. И БУК, и ракету сделали, и пусковую установку новую. Отличное оружие БУК. Многое по бронетехнике, и очень важна сейчас мобильность. Поэтому мы создали машины на МЗКТ, бронемашины. 8-9 человек, по-моему, экипаж. Ну, как БТР. Поэтому вы не волнуйтесь. Мы свою роль тут сыграем. Это вы даже можете не переживать. Нам бы в заключении какое-то ваше такое эмоционально хорошее обращение бы к нашим читателям. Все-таки это силовая, чекистская, политическая элита. Я только могу, Игорь, повторить то, что я сказал. Наши братья, россияне, пусть не переживают за это острие. Брестская крепость у нас жива. И россияне пусть не переживают. Мы здесь надежно держим нашу оборону. Главное, чтобы в нужный момент русский человек подставил нам свое плечо. Здесь никто нас, это я убежденно говорю, никто нас не сможет взять ни голыми руками, ни вооруженным образом. Только надо держать порох сухим. Это я вам гарантирую в Беларуси, что вы никогда не будете переживать за это направление, которое, к сожалению, стало важнейшим в наших оборонных мероприятиях. Поэтому будьте спокойны. Александр Григорьевич, расскажите, вот такой вопрос. Вот вы с Путиным ведь прошли очень такой долгий путь. Больше 20 лет. Спина к спине, в разные моменты истории, в разные, скажем, непростые периоды. Что вас с ним связывает? Историческая ответственность за судьбы наших стран, общие ценности, понимание, чувство локтя. Что связывает вас с Путиным? Как бы вы могли сказать в человеческом, политическом плане, в цивилизационном плане, вот эти контакты? Ну вот возьми личное. Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень дружеские, братские, теплые отношения с ним. Мы с ним похожи чем? Мы, когда сидим за столом там, говорю, слушай, я вот иногда думаю, почему мы одинаково практически воспринимаем реальную действительность философским языком, говоря. Я говорю, ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда. С Савони, он из земли. Да, ты, говорю, во дворике в этом вырос, вот он мне часто рассказывает, а я, говорю, вырос на улице. На улице. За мной некогда было кому-то смотреть, отца не было, мать работала с утра до ночи там, сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы. Но, не буду это конкретизировать, сам понимаешь, но прошлый год для нас был уроком для обоих. И для меня, и для него. Мы поняли, что все эти вот разговоры, ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь развязывали они постоянно. Так они нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются. Но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил. И сегодня я даже затрудняюсь назвать вопрос, где бы мы расходились в оценках. Вот, по-моему, нет такого вопроса. Ситуация очень сложная. Мы ее понимаем, ощущаем. И вот всякие, казалось бы, мелочи, они нас сближают в понимании тех процессов, которые происходят. Он понимает, что такое Беларусь. Он понимает то, что происходит здесь на Западе, точно так, как я понимаю. То есть у нас абсолютно единые подходы к оценке того, что сегодня происходит. Он умеет вычленять главный вопрос. Россия огромная. И если ты замелочишься где-то, то ты упустишь главный вопрос. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились. Поэтому армия переоснащена была. Он далеко видел, что может произойти вот в этой ситуации. Поэтому у него многому можно поучиться. И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться. У того же Саши Бортникова. Возьмите, я не ожидал, что Володин укоренится и наберет такую мощь. Он молодец. Матвиенко, конечно, это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная она, очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. Возьмите Нарышкин, ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец. На своем месте. Ну, не хочу всех перечислять. Там Мишустин пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный. Иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек. Подготовленный. И вот в целом я же наблюдаю, с ними общаюсь. Недавно совсем молодой приезжал к нам генеральный прокурор России. Молодец парень. Вот я говорю, ну, это будущее России в них.